всем привет дорогие мои хотелось сказать не своим голосом но пожалуй не буду сегодня французский коньяк прям тот самый настоящий который имеет право называться и шато де мантифо возраст 10 лет давайте его нальем и продолжим разговор перед самым новым годом вы помните суета кипиш с появлением marketplace а по моему так называется сбермаркет мега маркет появилась возможность хорошей скидкой купить коньяки и мой подписчик дмитрий из москвы дим тебе огромный привет мне очень здорово помог с этим он находил огромное количество коньяков и скидывал мне telegram вот такая акция вот такая акция и я не мог отказаться там акции были сумасшедшие но сами зацените шато де мантифо десятилетние спирты минимальный возраст я купил за 2 800 ждет своих обзоров еще огромное количество коньяков которые были куплены по этим акциям и в каждом обзоре я вам буду говорить что я купил по акции короче буду хвастаться перед вами шато де мантифо описание что это за дом откуда во как что где вот здесь вот сплывет видео посмотрите там я пробовал со своей супругой шато де мантифо в саупи версию она тоже является возрастом не меньше десяти лет не моя супруга а коньяк я сейчас говорю и эта бутылочка отличается тем что у нее очень глубокий низ туда влазит практически полностью мой палец бутылка стандартная для французских домов емкостью 07 и грань шампань премьер крюша то де мантифо десятилетний коньячный марочный коньяк старый кс это я сейчас вам читаю уже контр-этикетку сорта винограда у неблан и каламбар урожай годов 2012 2011 и тут указано что спирты минимальный возраст 10 лет я напомню что состав у этих коньяков как и у даниэля бужу вода и дистилляты дата розлива моего коньяка 2 05 23 по цене я уже сказал дизайн замечательный мне все нравится коробочка из плотного картона никаких претензий сложно продавить ее и какая история у меня с этим коньяком весен туках отдыхая со своим кумом ну семьями мы отдыхали я его уже пробовал пробовал я из несоответствующей посуды там какие-то были бокалы на квартире в которой мы снимали они подходили для игристого больше но мы их приспособили под коньяк и я помню тогда мне кум говорил что он его покупал за 3 200 и получается так я гораздо позже его купил по гораздо выгоднее цене вот такой я молодец и тогда попробовав его в ессентуках мне показался ну такой стандартный француз чуть мягче чем большая четверка скорее всего я тогда не особо еще погружался в коньячный мир не было на пробованности после записи каждого ролика я скидываю короткие видосики в телеграм-канал так что не пропускайте вот здесь вот ссылочка будет прям под этим видео на мой телеграм-канал был стрим на стриме я пробовал этот коньяк и шато де мантифо является замковым коньяком который имеет авторитет во всем мире то есть покупая этот коньяк вы получаете гарантированное качество продукта действительно ли на самом деле это так давайте проверим да я готов сказать что здесь все замечательно первыми тонами которые вы слышите у шато де мантифо это конечно парфюмерность стандартная для французских коньяков цветочность которая уже больше к завяленым цветам цветы которые уже практически отцвели изюм обязательно отборный белый чистый огромное количество вариативного персика в этом коньяке персик от полу зеленого до переспевшего персика ну знаете этот персик когда вы берете его кусаете и просто одним укусом можете съесть весь персик тянув всю мякоть через один укус интересное такое испытание надо как-то вот проверить можно ли так вообще в целом главное косточку не проглотить у персиков она обычно большая очень не у каждого она зайдет чайные тона зеленых чаев из дорогих бутиков чайных есть какие-то грибные тона которые повышают слюноотделение у меня и отправляют вашу фантазию в погреба почему-то сразу какие-то ассоциации с погребом есть комментарии которые говорят что шато де мантифо упал в качестве не знаю насколько упал в качестве какие вы до этого пили коньяки это тоже очень влияет на восприятие напитка но свежая дата данного коньяка просто поражает очень вкусно тем более когда вы знаете цену за которую вы его купили цвет коньяка классический коньячный золотой темно-золотой давайте сделаем глоток я не могу уже терпеть за ваше здоровье во вкусе повторение ароматов с добавлением вот молочного улума сливочность что ли здесь такие вот перекликающийся тона даже намек на молодую веточку вы наверняка в детстве если вы моего возраста ломали веточки с фруктовых деревьев и сували их муравейник да и муравьи эту палочку кусали потому что выше рубили этой палочкой в их муравейники не лезьте никогда в чужой муравейник и после этого жевали эту ходили палочку у меня было так в детстве у кого было пишите обязательно в нем есть естественная сладость именно от дистиллятов ни о какой передубленности не идет речь сливочность персиковость изюмность цветочность вернее уже цветы те которые отсвели которые уже вот-вот отвалятся светки их самое приятное в этих коньяках я сейчас просто по опыту сужу по наблюдениям своим когда коньяк французский старше 10 лет у него вариативный персик хотели бы вы себе вариативный персик не знаю подумайте над этим не каждому это зайдет но у этих коньяков это имеется это нечто это очень вкусно давайте второй глоток до чайные зеленого чая вот молочный улун или как он называется как правильно называть таня говорит я не знаю что ты у меня спрашиваешь зачем она знает молочную девочку у ней последнее время одни девочки на уме и коли у нас началось общение шато де мантифо именно с высокой купи версии нужно ее сюда доставить это та самая бутылочка которая была у нас на обзоре вот так вот долго хранятся у нас коньяки и вот так и его осталось чуть-чуть кстати возвращаясь к вопросу по поводу шато де мантифо десятки я на сайте я вам выведу здесь вот на экране сайта где я нашел указано что спирты идут средний возраст 10 лет но на контр этикетки указано что это минимальный возраст спиртов я хочу верить контр этикетки я не хочу верить сайту наливаем шато де мантифо в сок ну что пришла пора сравнить этих два замечательных коньяка по цвету идентично абсолютно нету никакой градации цветов ну принципе десятку я вам только что описал может быть то что уже здесь бутылки чуть-чуть осталось ароматика очень близко очень близко в принципе по памяти я тоже самое вам говорил во время стрима единственный момент здесь добавляется какой-то мед такой цветочный легкий пожалуй в шато де мантифо в сок цветы которые на деревьях отцвели они более свежие ну вы понимаете насколько незначительные тюни нюансы давайте попробуем сок версию а вот во вкусе есть разница мантифо в сок более парфюмный пирсик более свежий но все равно на послевкусие примерно получаешь то же самое и тот и другой коньяк шикарны и в категории до 5000 рублей я всегда их занесу они должны там находиться попросту давайте на фоне сопа мантифо попробуем десяточку и в десятке после соп версии уже слышны какие-то такие травяные тона сушеной травы какой-то и вообще в целом приятно очень сравнение если у вас будет такая возможность посравнивайте шикарны они восхитительны они являются одни из лучших если не лучшими на рынке соп версии французских коньяков с ними может посоревноваться пожалуй только даниэль бужу все остальные фрапен милков это не тот уровень они ниже и ниже заметно я желаю вам пить напитки только качественные такие либо еще какие-нибудь ну чтоб они вам доставляли максимальное удовольствие ну и пейте эти напитки конечно же в меру до новых встреч пока